Предъявить обвинение в нелегальном коммерческом извозе можно лишь при фиксации оплаты за перевозку. В зону рейда случайно заехал нелегальный таксист, как новогодняя елка, увешанная предложениями подвезти пассажира. Но его были вынуждены отпустить, он был пустой, денег ни с кого не брал, нет состава нарушения. Зато попался частник, утверждает, сегодня впервые превратился в бомбилу и сразу попал под облаву. Вы не постоянный? Нет, нет. Я просто ехал мимо и решил остановиться. Человек махнул рукой. А вот следующий водитель точно был наш клиент. Шашечки на крыше и никаких разрешительных документов. Даже понимая, что деваться некуда, вины не признавал. Дескать, подвозил знакомых, маму с дочкой, на вокзал. То, что он приехал не на вокзал, а на грузовую станцию, не по-дружески взял денег с пассажиров. И то, что мама с дочкой впервые друг друга видят, его не волновало. Я таксистов был еще в советское время, а сейчас нет. С советских времен осталось? Да, с советских времен. Я и сплю с ней. Нарушителей теперь ждет суд. На время судебных разбирательств, конфискация машины и денежный штраф. Мы выявляем правонарушение, направим в суд. И уже суд районный или мировой, зависит от степени проведения или расследований, или институтное дело производства, будет выделять сумму наказания, до 50 тысяч наказания. Данная сумма максимальная. Обсуждая ситуацию, собравшиеся сходились во мнении. Пойманные водители заплачат тысячи по две с половиной. В этот момент на территорию, где проводился рейд, заехал очередной случайный таксист. Оказалось, все документы в порядке. Лицензия не просрочена. С нелегальным извозом одни слухи. Я знаю, что законодательство принято, что за это наказывают. Но конкретно, чтобы я видел кого-то, кто попался на этом деле, у меня есть таких нет. А, вот уже есть. Говорят, уже есть. В Санкт-Петербурге официально зарегистрировано около 4 тысяч автомобилей, которым разрешено заниматься извозом. Но каждый день на дороге города выходит минимум такое же количество нелегальных перевозчиков. Очевидно, избавиться от этой проблемы посредством рейдов нереально. Всех не переловишь. Лишь ужесточение наказания заставит хотя бы некоторых бомбил задуматься о легализации. В идеале выглядеть это, наверное, должно так. Поставил на машину шашечки и возишь людей. Будь готов предъявить лицензию по первому требованию. Иначе заплатишь штраф, останешься надолго без машины. А в случае повторного нарушения и вовсе без прав. Александр Буринин, Дмитрий Тимофеев, Евгений Нестеров. Новости, 24 Петербург.